И сегодня точно так же мы с вами будем, это будет даже не столько проповедь, больше как учение, я хотел бы сегодня немало мест Писания показать вам. Почему? Потому что я считаю, что эта тема очень важна для понимания каждым христианином. И первое место, которое мы сегодня откроем, это книга «Исход», 19 глава, где мы можем прочитать план Бога, цель Бога для своего народа. Когда Бог избрал Израиль, это была некая модель того, что Бог желал видеть в своем народе. И вот посмотрите, здесь в 19 главе книги «Исход», 3 стих говорится. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. «Итак, если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты, сказал Господь Моисею, скажешь сынам Израилевым». И, драгоценные, мы видим, что цель Господа – взять народ и привести их к себе. Не случайно Бог называет свой народ царством священников, то есть царством людей, где каждый человек имеет личные и непосредственные отношения с Господом. И таким образом царь этого народа – сам Господь. И когда мы читаем с вами о лидерах народа, о Моисее, о Иисусе Навине, то мы видим, что это были прежде всего духовные люди. Это были духовные лидеры. И цель, главная цель, как Моисея, так и Иисуса Навина, была не просто править людьми или быть вождями людей, а побуждать их постоянно идти в Божье присутствие. Таким был сам Моисей. Он не просто руководил народом. Это был человек, который помимо общего богослужения, мы видим, помимо того, что там было скидния, собрание, где совершались жертвоприношения, где были служения ежедневные Господу, помимо всего этого, сам Моисей был духовным человеком. И у него была своя личная скидния, то есть своя личная палатка, куда он уходил и лично искал Бога, лично переживал Господа, лично искал его лица. И интересно, что следующим лидером после Моисея был Иисус Навин. И Иисус Навин не был потомком Моисея, он был человеком, который все время находился при вот этой личной палатке Моисея. То есть это был точно так же очень духовно жаждущий, алчущий человек, стремящийся к духовных переживаниям. И именно Иисус Навин Бог поставил следующим лидером в Израиле. После всего этого мы с вами читаем о периоде судей, или как называют эпоха судей. Кто такие были судьи? Судьи были авторитеты в народе. И именно прежде всего духовные авторитеты, нравственные авторитеты. К ним люди приходили за справедливостью. То есть мы видим, что опять-таки лидерство в Израиле было прежде всего духовным. Духовным. И уже благодаря своему духовному авторитету судьи решали проблемы народа. Там защита от врагов и прочее, прочее, прочее. И посмотрите, когда через некоторых судей сильно действовал Господь. Вот книга «Судей» 8 глава. Здесь говорится о том, как большие победы пришли благодаря судейству Гедеона. И вот «Судей» 8 глава 22 стих. Смотрите. «И сказали израильтяне Гедеону, «Владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из рук мадянитян». Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь, да, владеет вами». Смотрите, это очень интересно. Когда через какого-то человека приходят победы, люди склонны власть этого человека делать особенной, священной, сакральной, да, ты будешь владеть нами, ты будешь править нами. Но это прямо расходилось с Божьим планом, потому что Господь хотел быть царем народа. Они должны быть царством священников, а Он их царь, Он их Господь. Лидеры же Израилей или в дальнейшем судьи Израиля, это просто были авторитетные люди, которым Бог доверял определенные полномочия в руководстве народом, но при этом не судьи, не лидеры, а Бог оставался царем. И когда порой восхищенные победой люди говорили, например, этому судьи, «Да, владей нами, и ты, и твои дети, и дети твоих детей», то Гедеон говорит, «Нет, нет, 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 Бог будет вами владеть, потому что не я царь, Он ваш царь. Мне лишь Бог временно доверил, как бы заботу о народе, и я буду побуждать вас идти к Господу, искать Его, переживать единение с Ним, но я не ваш царь, Господь, Господь ваш царь». Вы царство священников, то есть царство людей, которые имеют отношение с Богом. Когда у тебя отношение с Богом, когда у тебя есть личная связь с Богом, тебе не нужен царь, тебе не нужен великий там правитель, потому что у тебя Господь царь, и ты просто находишься там с какими-то начальниками, управителями, лидерами, которым Бог доверил заботиться о своем народе, но главное господство в твоем мышлении, в твоем сердце, прежде всего принадлежит царю царей и Господу господствующих. Проходило время, и вот посмотрите, судьей в Израиле, а судьями в Израиле были разные люди. Был и пророк, например, Самуил, там разбойник Иефай, мы видим даже женщина, Девора, да, была одно время судьей в Израиле. Вот, и мы видим, что да, когда были проблемы у судей, там, то сложности были в Израиле. Вот, и смотрите, двадцать пятый, двадцать первая глава книги Судей, двадцать пятый стих, это последний стих, последней главы книги Судей. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Видите, эпоха судей была трудным временем, таким нестабильным временем. Почему? Потому что была проблема. Люди часто были не едины. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И из-за этого было много бед и много сложностей. Можно мне вот три брата, прийти, три брата можно? И четвертый. Миш, поднимись четвертый. Вот. Вот, посмотрите. Вот, предположим, Миш, встань там. А где третий? Валюко, поднимайся. Миш, встань туда, отдельно. Вот. Вот, посмотрите. Вот, предположим, три разных человека. Встаньте ближе сюда. Сюда. Три разных человека. Чтобы эти люди были едины, можно достичь двумя способами. Первый способ, тот, который Бог изначально запланировал. Когда каждый из них будет искать Господа. Один Бог, одна вера. И когда мы ищем Его лица, тогда происходит и одно сердце. То есть, Бог соединяет нас через внутренние духовные связи. Бог один. И Он вкладывает вот какие-то вещи единые в наши души, в наши сердца. И таким образом народ соединяется. Вот так Господь, Бог хотел управлять Своим народом. Но при всем том, что люди должны были стремиться к Господу, и близость к Господу, это огромное благословение. При всем том, это же и великая ответственность. Потому что ты ощущаешь себя перед Богом. Ты понимаешь, что лидер, например, в народе, он лишь тот, кто заботится. Но Он не царь. Бог царь. И чтобы было реальное единство, реальное благословение, тебе необходимо искать Его лица. И когда люди искали Его лица, мы читаем в книге Судей, тогда Бог давал им единство, и в итоге приходили победы. А когда наступал разброд, люди не искали Бога, то приходило поражение, и их жизнь целиком зависела от их духовной жизни. То, что происходило у них в земной жизни, в материальном мире, целиком отражало их духовные связи с Богом. А это большая ответственность. А кто-то, например, не хочет молиться. А кто-то вообще начинает грешить. И в итоге между людьми начинаются разброды, начинаются шатания. Нет единения, нет того, кто бы их объединил, потому что связи с Богом разрушены. А искать связь с Богом личную – это большая ответственность. Можем ли мы подвергать народ риску, что все в их жизни зависит от отношения с Господом? И тогда есть другой путь. Первый путь единства – духовный. А второй путь по плоти, когда приглашается – оставь телефон, приходи сюда. Когда берется человек и говорится, знаешь, вот у нас отношения с Богом есть, отношений с Богом нет, ну нельзя же так рисковать. Поэтому мы на всякий случай изберем, смотрите, себе царя, и на него возложим полностью ответственность за судьбу. И этот царь будет нашим царем, и он будет помогать нам объединяться против врагов, против там филистимлян и прочих неприятелей. И неважно, ищем мы Бога, не ищем мы Бога, ходим мы пред Богом, не ходим мы пред Богом. Единство будет в чем? Единство в нашем царе. К чему я это говорю? К тому, что необходимо это понимать, иначе мы в недоумении, откуда же там после книги и судей книга царств. Спасибо, братья. Давайте откроем книгу царств, восьмую главу, и вот теперь, исходя из того, что вы видели, смотрите, книга царств, восьмая глава, вот начнем с вами с четвертого стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Рамму и сказали ему, ну вот ты состарился». Тогда был судья, пророк Самуил. «Состарился, сыновья твои не ходят путями твоими». Причем тут сыновья? Возникает вопрос. Ведь у судей не передавалась по потомствам власть. Нет. Избирались разные судьи. Но вот они так заговорили. «Сыновья твои не ходят путями твоими». «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Подождите, у вас же были судьи, которые были поставлены судить, разбирать все сложные дела. Но они говорили, судьи-то судьи, но единства все равно нет. Нам царь нужен. Подождите, единства нет, потому что вы ходите своими путями. Каждый делает то, что ему кажется правильным. А может вам взыскать Господа? Ведь он ваш царь, и тогда и единство придет, и победа придет, и благословение придет. Но люди часто пытаются решить все не по духу, а по плоти. Ну, где там Бог? Я его буду искать, а он не будет искать, а тот вообще непонятно, кого будет искать. Мы не можем так рисковать судьбой нашего народа. Поэтому поставим себе, как у прочих народов. Филистимляне едины, у них царь там. Гиргисеев и Сеи едины, у них есть царь, а у нас нет царя. И эти народы со своими царями придут и завладеют вами, нами. Поэтому давайте и у нас, чтобы был царь, как у всех прочих народов. То есть, смотрите, люди просили больше, чем просто судью, больше, чем просто лидера, который бы организовывал. Они просили владыку, царя. И здесь вот в Септуагенте слово «Васильевс». Отсюда имя «Василий», да? «Василий» — это царь, государь, император, властелин. Это не просто лидер. Это, я бы так сказал, какой-то некий уже посредник, помазанник между Богом и людьми. И вот смотрите, пятый стих. Сказали ему, Мотрис оставился, так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуилу Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Вы знаете, иногда то, что Бог нам позволяет, это не потому, что Бог этого хочет, а потому, что Он допускает это. Просто допускает. Как помните с пророком Валаамом? «Боже, можно я пойду?» «Нет». «Ну можно я пойду?» «Нет». «Ну можно я пойду?» «Иди». Я так иногда с детьми. «Папа, можно?» «Нет». «Папа, можно?» «Нет». «Папа, можно?» «Иди, но я за тебя не отвечаю». И вот он говорит Самуилу, послушай голоса народа, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я царствовал над ними. Это было не просто изменение политической системы, это было духовное изменение. Бог говорит, они уже не будут этим царством священников, где я буду их царем, они будут моим народом и просто будут лидеры, заботящиеся о народе. Они себе избирают правителя великого, царя. Чем же отличается царь от просто лидера, от просто судьи? Вот смотрите, 10 стих. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами, сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками, пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинские оружия, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные, и масляничные сады ваши лучшие возьмите, и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и от виноградников садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юноши ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И вот когда здесь перечисляются права царей, мы видим, как они отличались от лидеров, от судей. Кто-то царя, царь имел право иметь регулярную армию, набирать юношей, мы читаем, при колесницах своих, чтобы там бегали. Всеобщее налогообложение, когда все будут платить для содержания двора царя, для содержания слуг царя, для содержания войска царя. И вообще мы видим, это реальное господство, потому что кончается все словами, и сами вы будете ему рабами. Не как раньше, когда они были рабами только Богу. Они не были рабами Моисея, они не были рабами Иисуса Навина, они не были рабами Судей. А вот тут вы будете не просто рабами Божьими, вы будете рабами человеков. Вот оно драгоценное, где источник рабства, в жажде царя. И мы видим, что желание царя, жажда царя, это прежде всего показывает на разделение человека и Бога. Желание, чтобы кто-то был над тобой. И пускай он несет ответственность за тебя и за твою жизнь. Ты как бы перекладываешь ему, делаешься его рабом. Он пускает, этот царь там перед Богом отвечает. А я буду отвечать перед царем. Подожди, подожди. Но Бог же хотел, чтобы вы были царством священников, чтобы он был вашим царем. Чтобы вы его голоса слушали, его волю исполняли. Вы этим отличаетесь от всех прочих народов. Нет, не хотим отличаться. Хотим, как все прочие народы, не перед Богом ходить, перед человеком ходить. Не перед, не его рабами быть, а человеческими рабами быть. Так проще. Ну потому что Бога же мы не видим. А человек вот. Бога же надо искать его лица, учиться слушать его голос. А тут человек сказал, все понятно. Все сразу слышат. И вот смотрите дальше, 18 стих. И восстанете тогда, восстинайте тогда от царя вашего, продолжает Самуил, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас, царь наш, ходить пред нами и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа. И пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их. И поставь им царя. Вот так в Израиле возник царь. Вот почему Бог позволил этому, хотя это не было его волей. Это был результат отступления людей от Бога. Глухоты духовной. Имеют сердце, имеют уши, но не слышат, не разумеют, не исполняют. Не исполняют. Ну ладно, вот вам земной царь. Знаете, очень интересно, что даже в еврейском языке имена последнего судьи и первого царя очень близки. Последний судья, Самуил, по-еврейски Шамуэль, означает «испрошенный у Бога». Шамуэль, Самуил, «испрошенный у Бога». А первый царь, Саул, Шауль, просто «испрошенный». Раньше у них был «испрошенный у Бога». Судья, а Бог был их царем. Теперь просто «испрошенный». И мы видим, это уже власть стала сакральной. И Самуил помазал Саула. То есть царь стал не просто лидером, не просто даже вождем. Он стал помазанником Божьим. И люди стали рабами этому царя. И от состояния этого царя зависела судьба целого народа. И мы с вами читаем, что первое время, пока Саул ходил пред Богом, все было хорошо, и Бог благословлял, и были победы. Но когда Саул перестал быть достойным правителем, если он поначалу, помните, даже сам пахал на своем поле, отказывался от почести, то через некоторое время Саул изменился. Мне, помню, со школьной скамьи запомнились слова одного английского историка, лорда Актона. Думаю, многие слышали эти слова. Знаменитый его афоризм. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И проблема царства, что развращение царя передается на всех его рабов, на всех его слуг. И когда Саул перестал исполнять повеления Божьи, стал самонадеянным, Дух Божий отошел от него, и мы видим, что никаких проблем царство не решило, а проблемы еще усилились и усугубились. И вот, вы знаете, вот эта вот модель возникновения царства в Израиле, она настолько, настолько показательна. Даже если мы посмотрим с вами, я не буду сильно углубляться, но если чуть-чуть сравнить даже с нашей с вами историей государства российского, кто у нас был первым царем на Руси, а? Земным. Вы не знаете? Иван Грозный, вы что? Иван Грозный, первый царь. Он первым принял такой титул «Великий государь, Божьей милостью царь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных». А потом, когда уже были дальше завоевания, расширение наших границ, у него был титул «Царь Казанский», потом «Царь Астраханский», потом «Царь Сибирский» и «Всея северные страны повелитель». И я думаю, что многие из вас читали, вот знаменитая есть переписка Ивана Грозного с так называемым первым диссидентом российским, князем Андреем Курбским, который выступал, открыто выступал против тирании, потому что Иван Грозный во многом был в чем-то как Саул. Поначалу он такой был робкий, молодой, а потом превратился в деспота, убивающего там жен, сыновей, князей. И когда Андрей Курбскому писал письма, он говорил, что «Царь, твои проблемы, твои пороки, твои страсти становятся проблемами и пороками, проблемами и пороками всего государства». Знаете, даже знаменательно само получение Иваном Грозным первого послания от Андрея Курбского, когда посланник князя Андрея принес ему письмо, и вот встал перед Иваном, царем великим, и когда Иван Грозный взял письмо, летописи говорят, что он взял свой посох и острием пронзил ногу этого посланника, и стоял, медленно читал свое послание, в то время, как посланник, почтальон Курбского истекал кровью и умирал прямо на его глазах. И ответ Ивана Грозного как раз отражает суть царства, ответ, знаменитые слова, которые тоже, думаю, многие помнят еще из курса истории, когда в ответ Иван Грозный написал, а холопий своих мы воины жаловать или казнить. Вот она позиция. Кто ты? Я царь. Я перед тобой не отвечаю. Это судья отвечал перед людьми. Это вожди отвечали перед людьми. А царь нет. Царь перед людьми не отвечает. Это люди перед ним отвечают. А царь отвечает только пред Богом. А все остальные не только там крестьяне, но и князья, вельможи, Грозный их всех называл холопьями. Все вы холопьи. А холопий кого хочешь помилую, кого хочешь казню, и вы кто, чтобы указывать мне холопы? Кто вы такие? Кто вам дал власть? Кто вам дал это право? И поэтому, когда мы читаем строки наших классиков, например, знаменитые строки Александра Сергеевича Пушкина, которые, конечно, написаны с болью, с горечью. «Спаситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гримушками добич». Вот она история. То есть, я вам скажу, царство – это явный показатель грехопадения, явный показатель отступничества от Бога. Да, царя избрали, да. И когда мы читаем с вами в Новом Завете в посланиях апостолов «Царя чтите», да, что вместо цезарь, кесарь, правители Римской империи, вот они цари, да, цари перед вами не отвечают, а вы отвечаете перед царями. Вы можете их только чтить, чтить. И все пороки людей, как вы знаете, оно проявляется через царство, и потому мы видим у Осии, посмотрите, у пророка Осии в 13 главе написано «Погубил ты себя, Израиль», 9 стих, 9 стих, 13 глава Осия, «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Только в Боге настоящая опора. Но все дело в том, что когда мы говорим, что наша опора в Боге, это означает, что ни пастора, ни служителей, не только лишь лидеров домашних групп, но у каждого из нас должна быть опора в Боге. Только во мне опора ваша. И смотри дальше. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя, начальников. Он получил. Помогло? И я дал тебе царя во гневе моем. Бог дает царя. Во гневе. За грехи. За отступничество. За наше раболепство. Когда мы склонны присмыкаться друг перед другом, вместо того, чтобы только одному Богу поклоняться. Только перед Ним вставать на колени. И одного Господа чтить. Не руки вельможам, не руки священникам. Его святые руки. Ну где его руки? А люди вот. И вот я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Бог дает и Бог в негодовании отменяет. Нам-то кажется, что это политические события, которые происходят. Появляются цари, убивают цари. Мы с вами сами живем в городе, где закончил свою земную жизнь последний царь. И нам-то кажется, что-то люди взбунтовались. Без воли Бога не бывает ничего. Царство приходит. Царство уходит. И вот Иисус показал нам путь к свободе. Как же быть свободными? Когда мы открываем Евангелие Иоанна, 8 глава, посмотрите, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободным». Только так приходит настоящая свобода через познание истины. А истина – это Господь. Он сказал, «Я есть им путь истинной жизни». Когда мы познаем Его, когда мы входим в отношения с Ним, приходит свобода. Это свобода не для плоти, не как было в книге судей, где каждый там делал, что хотел. Но это свобода через познание Его. Поэтому не случайно апостолы говорят, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. А такая свобода возможна только когда ты не просто уходишь от земного царя, ты приходишь к небесному царю. Когда Он правит в твоей жизни, Он действует в твоей жизни. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Ему отвечали, «Мы, семья Аврамова, не были рабами никому никогда». Не были вы рабами. Были! Но они не хотят признавать это. «Как же ты говоришь сделатьесь свободными?» И Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Вот оно, основа рабства. Грех. А грех – это разрыв с Богом. Уход от Бога всегда приводит к рабству. Приход к Богу приводит к свободе. Но раб, не пребывая в доме, вечно, сын пребывает вечно. «Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот что происходит. Свобода. 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 И потому, когда иногда, знаешь, говорят, «О, там, царя нужно, царя нужно», мы должны четко понимать, царь – это проклятие. Царство всегда это проявление того, что люди теряют всякие отношения с Господом. Но вместо того, чтобы найти духовные решения этих проблем, люди пытаются часто сделать по плоти, думая, что плоть что-то изменит, а плоть только все еще ухудшает. Проблемы лишь только усугубляются. И это касается не только там политики, государства, это касается, да прежде всего, церкви касается. Ведь те же самые проблемы, с которыми сегодня церковь сталкивается, мы видим, с этим сталкивались ученики Иисуса Христа. Опять-таки, смотрите, Евангелие Матфея, 20 глава, 20 стих, вот знаменитая история. Приступает к нему мать сыновей Завидеевых, с сыновьями, кланяясь, чего-то прося у него. Он сказал, и что ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другую по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего вы просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому готово на отцом? Мы точно так же в церкви пытаемся, знаете, какие-то вот чины, уровни. Я сегодня замечаю, что недавно посещение Москвы, я с удивлением обнаружил, что сегодня, по-моему, количество епископов в наших церквах больше, чем количество пасторов. Я говорю, здравствуй, пастор, епископ. Уже все епископы. Я думаю, а какая разница? Ты чувствуешь себя лучше? Или апостол? Многих вот, пасторов много, а я апостол. Как будто, знаете, вот какие-то градации. Мы взяли дары служения и сделали из этого погоны. О, там великие, о, тут поменьше. И мы ждем приезда каких-то великих. Вот он приедет, нам Бога покажет. Ну, а не покажет нам Бога, себя покажет. Нам и довольна. Мы тебя видим, дорогой, а ты уж на Бога смотри. Упаси Бог нас, на Него лично смотреть, мы тебя будем видеть. Ты уж там с Ним поговори, а потом нам перескажи, чтоб нам тут не хлопотать. У нас и без этого хлопот много. И люди вот собираются и смотрят. И опять-таки в церквах появились эти титулы помазанники Божьи, да? Всю историю церкви. Клир, миряньи, первый сорт. Второй сорт. Близкие к Богу, низкие от Бога. Где такое в Библии? Где такое в Новом Завете? Нигде такого нет. Это у нас внутри. Наша греховная арабская природа всегда хочет вот кому-то подчиняться. Вот уж ты там с Богом там решай свои вопросы, а мы будем с тобой. Иисус говорит, вы что? 24 стих. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Один комментатор четко говорит, потому что сами хотели сесть там. У всех такая мыслишка была гадкая. Такая конкуренция, кто выше, кто ниже. Словно они слушали Христа и ничего не понимали. Они даже из царства Христа хотели сделать подобие земного царства. Иисус им всегда пытался объяснить, дорогие, здесь другие принципы действуют. Другие. А мы хотим взять из Божьего царства сделать подобие земного царства со своими рабами, холопами, царями, помазанниками. Хотя Новый Завет четко показывает, что помазана вся церковь. Да, я помазанник, и ты помазанник, и ближний твой помазанник. Мы все помазанники. Ты скажешь, Виктор, ну ты же особый помазанник. Нет. И уходи туда, где особые. Если тебе этого недостаточно. У меня нет никакого особого помазания, отличающегося от твоего. ни-ка-ко-во. Я больше тебе скажу, любой человек, кто тебя утверждает, что у него есть особое помазание, лжец и врун. Ты скажешь, пастор, ну у таких самые большие церкви, да потому что людям хочется земного царька. Ну им хочется этого. Ну че это тут судаков? Иди к Богу, да иди к Богу, ищи его лица. С этими неделями тишины замучил всех. Ты нам тут про неделю тишины не рассказывай. Поставь царя и гуляй. Иезжайте там цари на вашей неделе, ищите лица Божьего, потом нам расскажете. А нам некогда. У нас жизнь тяжелая. Вы нам все расскажете вкратце. Мы придем на пару часов воскресенья, и все у тебя узнаем. А неделю мы не можем тратить на это никак. И вот они десять вознегодовали. Вы че? Че вы сдумали? И Иисус же подозвах их сказал им, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими. Ну да, так у всех. Мы так к этому привыкли. Мы так с этим срослись, что мы и в церкви тоже ожидаем подобного. Хотя царство даже для страны проклятие. В какую пропасть нашу страну привело в конце концов царство, а? Сто лет назад. Какому кровополитию привело это? Но между вами, смотрите, 26 стих, да не будет так. В мире света, князья господствуют, вельможи властвуют, но между вами да не будет так. Ты пойми, это не воля Божья, не для страны, не тем более для церкви, не тем более для христианства, это не воля Божья, иметь эту иерархическую систему с великим папой или маленьким папиком во голове. Уж в зависимости от размера конфессии. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. так как Сын человеческий. Иисус не просто об этом учил, Он пример показал в себе самом. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отведать душу свою для искупления многих. Иисус показал вот настоящее господство, вот настоящая власть, у кого больше всего, да будет слугой всем. Иисус это показал на своем примере, когда склонившись перед своими учениками, стал омывать им ноги, мы читаем, это было на вечере, стал омывать ноги и отирать полотенцем. Ученики были в недоумении, потому что это была работа самого низшего слуги в доме. Вот приходят с улицы, ноги грязные, умывальница, и слуга всем омывает. А тут Иисус склонился и стал делать работу последнего слуги. Петр, если другие молча возмущались, Петр всегда громко возмущался. Говорит, не будет, это не ты мне, это я тебе. Иисус говорит, ты не понимаешь, ты не понимаешь. это позиция властью, это позиция Божья, когда ты служишь, 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 служишь другим, моешь ноги. Что мы сделали с этим? А мы из этого сделали в церкви обряд, когда просто внешне умываем ноги, как раз в год Папа Римский берет несколько бродяг и перед всеми умывает им ноги. И мы все в умилении. Какой скромный человек, вот прям так скромно перед телекамерами и умывает все ноги. Вот же смиренное сердце. Мы даже из смирения шоу устраиваем, из скротости ритуал делаем, умываем ноги друг к другу внешне, чтобы показать, да, я очень великий, я такой великий, я вот такой великий, горжусь тем, что я мою ноги самым последним поганцем. Честь мне и хвала моей скромности и кротости. Насколько это все уродливо и иронично. Насколько на самом деле мы понимаем, что без Бога это невозможно. Наш грех, он все извращает, потому что даже когда мы берем министры, министры, кто такие министры, капиталисты, министры означают слуги, министры, служить, а премьер-министр это не первый балин на деревне, первый слуга, первый слуга, когда министр идет ноги мыть, первый говорит, нет, это я помою, я ему сейчас хорошо сделаю, нет, дай я сделаю, вот, но греховность наша все извращает и цари скромно носят название министров, хотя ни о каком министре там не идет служение, никакого служения нет, тоже старое господство, происходит господство, поэтому мы видим, да, вот эта проблема, есть два пути решения, по плоти и по духу, и мы видим на примере Библии, библейской истории, да вообще истории человечества, нашей цивилизации, к чему происходит вот это вот решение по плоти, но есть другой путь, к которому должна призывать церковь, церковь должна призвать не к тому, что давайте царя сделаем, да вы что, да вы что, церковь должна к другому призывать, какого бы вы себе там царя не нашли, проблемы не исчезнут, а история показывает еще и увеличится, будут вас холопи миловать и казнить, вот и все, чего вы добьетесь, потому что грех он везде, от царских палат и до трущоб, но церковь призывает к другому, есть царь царей и Господь господствующих, и не важно, популярно это, не популярно это, в первом веке это тоже было не популярно, когда первые христиане заявляли начальству и правителям, мы должны слушать Бога больше, нежели человеков, подожди, подожди, есть кесарь, а мы слуги кесаря, мы имеем право, не, 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 подожди, подожди, вы люди, а мы пришли к Богу, и Он сегодня наш царь, вот почему, такие люди, которые заявляют, что высшая власть для нас, это Господь, а это неблагонадежные люди, а что им их Бог скажет, проще земного царя, земного правителя, чтобы он там бил вам, холопом, чубы, драл вас там, а ваш Бог, мы видим, какие проблемы были, в первой церкви, у первых христиан, и точно так же сегодня, когда мы говорим о Господе, когда мы говорим о том, что Он настоящий царь, и только в Нем есть решение и настоящее единство, настоящее единство, вот почему я так много в последнее время говорю в церкви против обожествления служителей, проповедников, всевозможных, потому что это не просто проблема, это уводит церковь от Бога, это людей от отношений с Богом уводит, потому что ты приходишь, о, все классно, такой великий у нас помазанник Божий, все классно, а когда ты приходишь и понимаешь, что ты должен лично искать Его лица, и какой бы у тебя ни был пастырь, как бы он ни заботился о церкви, он всего лишь такой же человек, как и ты, и он тоже должен искать царя, и ты искать царя, и твой ближний должен искать царя, и это возлагает на нас ответственность, потому что многие боятся свободы, свобода – это ответственность за свою жизнь, за жизнь своих домочадцев, а наша плоть не хочет ответственности, она хочет переложить на кого-то другого. вот почему драгоценное вот это желание Бога, чтобы был народ, кланяющийся не друг перед другом, а только Ему, народ, который Он называет царственным священством, царством священников, то есть людей, которые ходят перед Богом и ищут Его лица. это сегодня не только не реализуется ни в каком политическом государстве, включая Ватикан, даже порой в церкви мы видим, это сегодня не реализуется, и в церкви сегодня цари, царьки, царечки. И мы думаем, Господь, что ж так мало славы, что ж так мало Твоего действия. Мы живем по-своему, поступаем по-своему, и не понимаем. Вот почему я хочу этим местом Писания сегодня закончить. В Новом Завете Господь снова через Своего апостола показывает изначальную цель. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вот апостол обращается к церкви, и через апостола, через его письмо Бог говорит, смотрите, но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот какой Бог желает видеть церковь. Церковь – царственное священство. Не цари, пасторы, апостолы, епископы, а мы все – царственное священство. Поэтому я очень благодарен вам за то, что вы за меня молитесь, молитесь как за пастора. Но не забывайте молиться обо всей церкви, о всех ваших друзьях, братьев и сестер в церкви, чтобы мы были народом, где каждый стремился познавать его, приближаться к нему, быть единым с ним, потому что иначе это не церковь. Какой бы там великий не был проповедник, пастор, какие бы мы не проводили тут потрясающие конференции и семинары. Но церковь – это тело Христа. У меня нет в теле клеточки, которая бы не была соединена вместе. Отдельно. Нет. Все мы соединены, как написано в Библии, с главой. Каждый из нас, да, у нас разные роли в теле, у нас разные дары в теле, у нас разные призвания в теле. Есть рука, есть глаз, есть нога, но все мы соединены с главой. Точно так же, независимо от того, какая у вас функция в теле, всем нам необходимо иметь связь с умом Христовым. Всем нам необходимы личные отношения с Богом. Иначе мы не церковь вообще. Мы просто религиозный институт, которых много на земле. Мы должны молиться об этом. Молиться об этом. Кто такой пастор? Он должен быть слугой. Он тот, кто служит. Он тот, кто служит народу, поставленный Богом. Это касается всех уровней служения. Мы должны молиться за это, за церковь. Больше слуг будет. Чем больше слуг в церкви, тем больше великих в церкви. Точно так же мы должны молиться за нашу страну. Как можно больше слуг, то есть министров, которые бы исполняли тот титул, который на них служили. У нас нет царя. Губернатор – это не царь над областью. Мэр – это не царь над городом. А президент – это не царь над страной. Не царь. Монархия закончилась у нас сто лет назад. Это люди, которых избирают для того, чтобы они служили людям в своем городе, людям в своем регионе, людям в своей стране. Люди, которых избирают и которых переизбирают, избирают и переизбирают, избирают. И нет ничего сакрального здесь. Помазанники. Нет, никакие не помазанники. Избранные люди, чтобы нам служить. И они должны делать это хорошо. И уходят всякое трепет. Перед ним трепещи. Его лица ищи. Бога бойся. Перед ним ходи. Поэтому мы молимся. Мы благословляем власти. Мы молимся за власти нашей страны, чтобы они как можно лучше и эффективнее служили нам с вами. Поэтому мы ходим на выборы. У нас есть гражданская позиция, чтобы выбирать тех, кто как можно более лучше будет нам служить. Мы живем в демократической стране, а не в монархической стране. Слава Господу! Скажи, я хочу в монархической. Езжай сто лет назад. Ты из прошлого человек. Ты из прошлого. И точно так же за церковь. Вы знаете, мне так больно иногда, когда я смотрю на всяких собраниях, служительских, пастырских, собираюсь, как легко слуги могут превратиться в религиозных чиновников, в маленьких царьков. И как мало сегодня тех, кто реально бы служил, полагал душу свою за овец. Служил. Я себя не отделяю, Господи, сделай меня тоже как можно более настоящим слугой. Слугой, который бы реально служил людям. Не строил из себя великого помазанника там, царька церкви, правителя всего. А был настоящим слугой, который такой же несовершенный. И мне точно так же нужен Бог. Я не пришел вам дать Бога, я пришел вас побудить. Давайте будем вместе искать Его. Вы несовершенны, я несовершенны. И когда мы со своими несовершенствами пытаемся прийти к единству, у нас только конфликты и сложности. Мы не понимаем друг друга. У нас зависть друг к другу. Мы обижаемся друг на друга. Мы разделяемся друг с другом. Вы посмотрите на христианский мир. Сколько разделений, сколько зависти, сколько сплетен сегодня находится в христианском мире. Потому что современный христианский мир больше сегодня построен по системе царства земного, а не царства небесного, не царства Божьего, где Он единственный царь. У нас больше земное царство. Поэтому так много конфликтов, разделений, сплетен, слухов. Так много непониманий и недопониманий у нас. Мы не можем понять, что земное царство это всегда результат отступничества. И даже когда Бог это позволяет делать, это не потому, что Бог это хочет, и это лучше, что Он для нас приготовил. Это следствие наших с вами проблем. А решение только одно. Войти в Его господство. Признать Его царство. И тогда ты вдруг чувствуешь, что удивительную работу, которую Он совершает внутри тебя, и ты чувствуешь работу, которую Он совершает в твоем ближнем, в другом твоем ближнем. И вдруг мы собираемся вместе, и мы ощущаем единение перед единым справедливым царем, единым совершенным царем, нашим Господом. Он один, кто может мудро и праведно царствовать. Он один. И вот стремление познавать Его, ходить перед Ним, слушать Его голос, это так трудно, так тяжело. И поэтому порой мы в отчаянии, да может быть, какого-нибудь себе земного найти, не решит это никаких проблем, только все усугубит. давайте будем продолжать искать Его лица, продолжать стремиться познавать Его, продолжать ходить перед Ним, искать Его. И тогда постепенно церковь из религиозной организации будет превращаться в тело Христа. И это чудо, которое я ожидаю, когда мы вдруг будем ощущать фантастическое единение друг с другом. И это будет единение не на основании великого командира, мой додыра, умывальника, начальника, мочалок, командир, а на основании вот этой внутренней связи, единения под головой Христа, когда мы ощущаем себя. У меня между руками нет конфликта, они не борются за первенство, кто из них там что будет делать, потому что у меня руки соединены с головой, и все координируют, и руки понимают, им не нужно соперничать, они должны взаимодействовать. Нет конфликта между руками и ногами, ноги не говорят, ой, мы все ходим, ходим, давайте теперь вы походите, хватит тут на нас ездить, все время. Ноги тоже соединены с головой, и голова все это координирует. И в итоге руки и ноги, понимая, что они работают на одно, им не нужно соперничать, завидовать, они в одном теле находятся. И поэтому, если страдает один член, да, написано, у апостола страдает все тело, боль в ноге, рука не радуется, а доходилось? Ведь это единое тело. А как часто у нас происходит боль в жизни кого-то, и кто-то втихую радуется, а, я говорил ему, не послушал, вот грешник, сейчас отвечает за свои грехи. И как часто мы порой радуемся проблемам друг друга, выискиваем духовный смысл в этих проблемах, как часто мы возвышаемся один над другим. И это говорит лишь об одном. Мы больше организация религиозная, чем церковь. Как бы мы себя не называли красиво, но пока еще это лишь внешнее название красивое. но мы должны становиться этим. Мне очень нравится, наша община называется новая жизнь. Так хочется, чтобы мы жили вот этой новой жизнью, с новыми внутренними связями, взаимодействием друг с другом, с этой неразрывной любовью, которая нас соединяет с Богом и друг с другом. Вот это единение. Единение. Когда все люди могут прийти и увидеть, можно быть едиными без царя в церкви. Потому что у нас царь должен быть в голове и на небе, конечно. Наш царь, который ведет нас, направляет, руководит и делает из таких разных одно тело во Христе, во Христе Иисусе.